МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я не говорю. Идет, идет представление, идет. Давай музыку, идет, дети идут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ваня, Ваня, разбирайте вас, идут поездущие дети, скажите ли, пошли же. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И сегодня мы хотели бы вас познакомить с образцами нематериальной духовной культуры, с эпическими произведениями народов эвенков и эвенов. Я бы хотела подойти к нашим сказителям. Это Дарья Михайловна Осенина. Она сегодня, она у нас единственный классический сказитель эвенских сказаний эпических. Дарья Михайловна, здорова. Здорова. Дарья Михайловна, из древнего эвенского рода, она сегодня у нас единственный сказитель именно эпических больших полотен. И она прекрасно владеет материалом. Дарья Михайловна, сколько у вас сказаний? Дарья Михайловна, сколько у вас есть. Бегать-то не учитесь террели? Есть много, могу сказать. Но еще не сдавал. Дома лежать. А самый длинный эпос сколько часов можете говорить? Вот это не этого. Не посчитывали? Нет. Ну, час можно, да, говорить? Час можете говорить? Немножко отрывку могу сказать. Дарья Михайловна, а кто у вас был в роду с сказителями? Отец или мать? Отец был, скажите. Вот это я в малых лет, когда песню петь начала, говорить начала, вот эта песня всегда пела по-вальницкому, немкам. Вот так и осталось. Ну, конечно, сейчас много забыла. Уже не те времена, уже прошла. А есть ли у вас человек, которому вы передаете свое мастерство? Пока нет. Никто не хочет. Трудно, тяжело песню петь. Дарья Михайловна, а вы можете сейчас нам напеть небольшой отрывок какого-нибудь песни, песни или сказания? Сказания, ага. Немножко могу сказать. Не знаю, сколько минут пройдет. Надо коротко. Ага. Дигоносадь скажешь. На нуку на ты, что намерить? Чикиниками? Не, чикиниках. Ага. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон» 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 Я всегда вот эту мелодию, эту песню. Короче, наши родные люди всегда эту песню, эту мелодию всех. Поэтому я вспомнила, думаю, почему я не должна петь, чтобы люди слышали вот нашу песню, родовую песню Бута, вот наших предков Стручковых и Григорьев. А Сидорово, я это Амурской области, отец оттуда приехал. Там тоже родственники АВНК есть. Там родственники АВНК, да, оттуда приехал с братом. Поэтому я с Сидорово. А так по маминой линии Григорьеву Стручкову. Мы всегда очень рады и уважаем вас, Галина Степановна, потому что вы сохранили язык, именно тот тунгусский язык, на котором говорили ваши предки, родители. Очень приятно бывает на праздниках видеть, как вы работаете, шиете вашу одежду, красоту такую нам показываете, да, передаете. И сейчас я бы хотела, чтобы вы спели нам свою родовую песню. Вот главная моя родовая песня, вот Аяна Аяна, это мамина песня. Но я сейчас хочу, так, песню моей родной, как ее, тети, Борщен. Поэтому Борщикан, это песня, пароохотница. А так ее звали Борщен, поэтому Борщикан. А что это означает? Ну, это, ну, видимо, отважная такая. Вот про эту песенку я спою. Ну, она такая легкая, проохотница. Слушайте. Это тоже наша родовая песня. Слушайте. Слушайте. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот такая хорошая, веселая песенка про охотницу, борщик, борщик, вот эта песня, вот эта точно хорошая. Да, судя, и мелодия такая интересная, веселая, да? Да, веселая, да. Галина Степановна, а как люди молодые интересуются ли эпосом, просят ли вас исполнять сказки, послушать внуки, может, ваши интересуются? Вы кому-нибудь передаете свой дар? Ну, в основном, вот, когда образовалась ассоциация наших молодистых народов, вот после этого я сразу примкнулась. Вот, кстати, моя первая учительница Анна Николаевна Мария. Я еще когда работала в этом, после школы, 59-го года, я ее знаю, она приезжала туда к нам, это Жанинская Мария, которая танцовщик, она тоже книгу писала, и со своим музыкантом. И она тогда еще, Анна Николаевна, как я попросила мою маму спеть. Ну, а потом, я думаю, почему бы вот эту песню не заразить, ага. Да, и благодаря вашей памяти крепкой, да, детской еще, скажем, мы сохранили вот именно эти образцы сказаний и песен Эвенка Фалдана, получается, да? Да, ну, учу дал, да, учу, да, учу, да, учу, да, ну, жаль, что это, я когда поступила в школу, там уже не учили, не изучали, вот эти, эвенкистские, мои старшие братья, сестры учились, а мы уже не учились. Но благодаря моим родителям, это, как я, эту, ну, школу родовую, ну, какая-то, семейную, сохранила, потому что я очень любила своих родителей, они, потому что все время в тайге. Нас было 8 человек, правда, первая у них, это, не сохранилась, ну, маленькая была еще. А все 7 человек родились, между прочим, все в палатках и без фельдшеров, без этих акушерок, все, и в тайге родились, и в тайге жили. Эгдентекен, ага, Эгдентекен, Галина Степановна, главное вам здоровья, долгих лет жизни, чтобы вы всегда нас продолжали вот так вот радовать своими выступлениями, поддерживали нас, более молодое поколение, и передавали нам, самое главное, язык, культуру, песни и сказания нашего народа венкийского. Я всегда рада, всегда рада. Спасибо большое. Чтобы венкийская речь всегда звучала, чтобы вот мои подруги, да, которым 20 лет моложе, я с ними всегда дружу, я всегда, как сказать, передаю мелодии. И, как сказать, работаю вместе. Работаю, да, работаю вместе. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые телезрители, сегодня перед вами был небольшой кусочек, но истинной эвенкийской культуры эвенков, учура, южных эвенков. И представила нам ее Галина Степановна Киригаева. А сейчас я бы с большим удовольствием хотела бы пройти группы наших бубнистов, как мы их называем. На самом деле, когда на стойбище начинают они работать, начинают горловить, начинают бить свой бубен, у нас даже за воротами собирается народ, множество народа, чтобы послушать, потанцевать. На самом деле, мурашки начинают бегать, когда звучит очень древний сакральный инструмент бубен и горловое пение. И сегодня я хочу представить нашу группу обрядовую. Это Вячеслав Егорович Кемлель. Он, наверное, один из самых красивых чукчи-исполнителей нашего региона. Человек, которого знают не только в Якутии, но и за ее пределами. Он потомок древнего рода Нутендли. И Вячеслав Егорович у нас очень виртуально владеет бубном и горловым пением. Октябрина Новосельцева, известнейшая исполнительница хеде с элементами горлового песнопения. Это коплячин на овенском языке. Октябрина Руслановна у нас тоже виртуоз этого вида жанра. И руководитель овенского ансамбля «Хэку» из Булунского района Андрей Петров. Он тоже очень хорошо владеет бубном. И, как он сам признается, он учится у Вячеслава Егоровича все эти дни, как работать. Я бы хотела представить Вячеславу Егоровичу несколько слов. Вячеслав Егорович, сложно ли работать с бубном в такой жару, в меховой одежде? И при том бубен, он очень такой серьезный инструмент. Его не каждому позволено взять в руки. Ну, национальная одежда мы издревле одеваем. И летом тоже раньше одевали. Поэтому, когда одеваешь одежду, как будто в своем мире находишься. Поэтому бубном стучать, конечно, сложно. Не каждому дано научиться. У нас у венов есть такой негласный запрет, табу, на то, что бубен может взять в руки только посвященный человек, которому это разрешили свыше. Кто вам такое разрешение? Как вы получили такое разрешение? Ну, мой отец, Нутенли Егор Андреевич, он много, мне с пяти лет я начал с ним ездить, везде по тундре, мне много рассказывал. Вот, поэтому он мне говорил, нежелательно, чтобы бубен кто-то держал, не одалживать. Это твоя личная, твоя душа в этом бубне. Вот так рассказывал. Вот, получается, один бубен, который вам изготовили именно для вас, вы его никому не доверяете, он с вами всю жизнь рядом? Да, с 87-го года со мной, сам сделал, и сам держу его уже сколько лет. А чем отличается юкогирский, чукотский ярар, бубен от других народов? Ну, вот, это бубен чукотско-эскимосский, вот, только у двух народов с ручкой, вот, и у каждого по величине разное, вот, и звучит, вот эта палочка, двойной удар делается, вот так. Любую мелодию можно, под эту мелодию, под этот удар можно исполнять. Я впервые слышу такую особенность, что одним ударом, ну, одной палочкой можно одновременно два удара делать, да, получается? Но я также знаю, что вы, когда работаете, именно когда горловое пение исполняете, у вас получается тройной звук, как вы его делаете? Ну... Одновременно тройной звук. Да, да, да. Какой надо, аппарат речевой иметь или связки, чтобы его так издавать? Ну, мы родились-то в тундре, вот, поэтому постоянно мы слышим, и отец меня учил, когда маленький был, вот, когда караулили оленей, дежурили в стаде, вот, и мы все время повторялись, вот, потому что мы же на своей земле находимся и должны беречь все свое, вот, поэтому вот в моем исполнении крики птиц и зверей, которые рядом с нами ходят. Вы, наверное, подражаете, звукоподражание только тех животных и птиц, которые живут в тундре, или всех можете, любого животного изобразить? Ну, в основном только в тундре, которые у нас летают, бегают. А какое тотемное животное у вас тотемное? Ну, ворон. Ворон. Чукча. Чукча. Ага. Уважаемый Вячеслав Егорович, я бы хотела попросить вас и вашу группу поддержки исполнить нам сегодня композицию, композицию на бубне, которую полностью со звуком. Я вот буду держать микрофон, потому что только так, вот с этой стороны, да, получается. А группа поддержки будет помогать нам тогда. Угу. 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 КОНЕЦ 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 Уважаемые телезрители, под таинственные звуки бубна мы прощаемся с вами. Будьте с нами всегда. Встретимся в следующем году на Сыхоланков в Нерингуринском районе. Стойбище Урикит, Амгинский район, Наталья Сметанина и Иван Саракаумов. Субтитры создавал DimaTorzok